Кубань. Мы поговорим о переработке, о том, собственно говоря, как правильно употреблять рыбу в пищу, о том, как правильно есть и самсу, и рыбу в целом поговорим. И сегодня я хочу представить гостя. В студии у нас главный специалист, диетолог, врач-диетолог Криво-клинической больницы номер один Лейла Кадырова. Лейла Марселевна, спасибо, что пришли к нам сегодня, нашли время для нас. Ну, многие, несомненно, знают, что рыба – это полезный продукт, все мы прекрасно знаем, что ее можно и даже нужно употреблять. Ну, давайте более подробно о пользе и поговорим, в чем она, собственно, состоит. Да, вы правильно сделали акцент, совершенно верно, даже нужно. Действительно, рыба – совершенно незаменимый вообще продукт питания. Это было так всегда, это не сегодняшнего дня изобретения. Но, с моей точки зрения, именно в наше время, в то время, в которое мы живем, наверное, это наиболее актуально. Почему? Потому что мы слишком часто свое питание перегружаем тяжелыми жирами, простыми углеводами, солью, сахаром и так далее. А рыба, если она правильно приготовлена, то она совершенно, знаете, легкий и очень полезный продукт. Ну, и самое главное, что вкусный. Если говорить о том, какая рыба полезнее всего, и в чем польза той или иной? Ну, наверное, я бы не ставила так вопрос, какая рыба полезнее, а какая из полезнее. Хотя есть такая точка зрения, что наиболее полезно в плане высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот. Сейчас такой модный тренд, все об этом говорят. Это глубоководная рыба холодных морей. Ну, из тех, которые доступны, собственно говоря, нам с вами, тех, что есть на наших прилавках, я бы говорила, например, о треске и скумбрии. Ну, практически, так скажем, эти рыбы не вводятся искусственным образом, да, то есть они все выловлены в естественных условиях. И, ну, тоже немаловажно, они доступны нам по цене. Чем обогащает рыба наш организм, когда мы ее употребляем? Рыба – совершенно прекрасный источник белка. Причем, в отличие от мяса, этот белок очень легко усваивается. Он не создаётся, наверное, все, кто любит рыбу, да, есть такие любители рыбы. Перед вами. Да, понимаете, что после употребления рыбы, после вот рыбного, допустим, ужина там или обеда, нет ощущения тяжести. Вот очень часто мясо поел, и какое-то такое вот дискомфортное ощущение тяжести после рыбы такого обычно нет. Но есть ощущение того, что пить хочется. А это смотря, сколько вы использовали соли при приготовлении рыбы. В общем-то, например, морская рыба вообще для своего приготовления соли может не требовать вообще. То есть, может быть, какие-то специи, приправы, травы какие-то, а она может быть готовится вообще без соли, тогда жажда будет минимальной. Если говорить о, очень часто сравнивают, противопоставляют, вернее, друг другу рыбу морскую, рыбу речную, ну, в какой-то степени, наверное, это естественное противопоставление. Да, рыба морская, она более богата белком, она более богата витаминами, микроэлементами, целым рядом микроэлементов, из-за которых мы тоже ценим рыбу высоко. Но рыба речная, видите, как она доступнее. Собственно говоря, мы держим, так скажем, Краснодарский край, мы уже, например, не находимся на берегу океана. То есть, эта рыба к нам везется. А речная рыба, пожалуйста, она в шаговой доступности есть. Но если говорить о той же самой хамсе, все-таки в большинстве вествах в продаже мы ее можем увидеть в соленом виде. Вот если это действительно рыба соленая, использована в приготовлении, как вы уже сказали, много соли, да, такая рыба полезна или больше вреда от нее? Я думаю, что нам все-таки полезно, но нужно знать меру. Знаете, есть такое прекрасное выражение, все сият и все используют, дело только в количестве. Так же не так же и с хамсой. И я, когда провожу школу по питанию для пациентов в нашей больнице, я всегда проговариваю, что если вы, допустим, едите какую-то соленую рыбку, мы любим селедку, хамсу, то есть что-то такое подсоленое, то гарнир, который к ней идет, к этой рыбе, он должен быть совершенно без соли. То есть даже та же картошка, она должна быть сварена без соли. Салат солить не нужно. Чтобы как-то скомпенсировать избыток соли, можно пойти таким образом. Но если продолжать тему пользы рыбных продуктов, все-таки, несомненно, чтобы рыба приносила эту пользу организму, она должна быть в первую очередь свежей и качественной. Ну а где же такое взять и как правильно выбрать? Сейчас узнаем на связи со студией заместитель начальника отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по краю Елена Колос. Елена, здравствуйте. Елена, вы наслышите? Проверяем, насколько хорошо у нас со связью. Пытаемся с Еленой Колос все-таки мы как-то выйти на связь. Елена. Елена, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как давно проводилась проверка рыбы, реализуемая на прилавках края сейчас? Вы знаете, проверка рыбы в связи с 294 законом проводится в основном сейчас по внеплановым проверкам. Поэтому сказать, как давно, ну каждый месяц проводятся такие проверки. Но вот в текущем году было проверено 307 предприятий, которые занимаются оборотом рыбы и морепродуктов. Это в основном предприятия торговли и общественного питания. Что вы можете сказать по итогам таких проверок? По итогам я могу сказать, что на 32% предприятий, которые занимаются переработкой рыбы, реализацией, обработкой, приготовлением блюд, куринарной продукции в общественном питании, это были те предприятия, на которых были выявлены нарушения действующего законодательства. Елена, все мы, когда приобретаем какой-то продукт, понятное дело, что хотим, чтобы он был качественным. Вот ваши советы, как выбрать качественную рыбу? Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, ну, во-первых, нужно вначале определиться, где вы будете ее приобретать. Советую всем нашим слушателям приобретать рыбу только в стационарных специализированных организациях торговли. Это в различных супермаркетах, магазинах, торговых павильонах, киосках, на рынках. Недопустимы факты приобретения рыбы и рыбопродукции вдоль автомобильных трасс, рук, с автомобилей, где-то на улицах, сладков непонятного качества. Поэтому первое, что необходимо выбрать, где вы будете приобретать. Затем нужно определиться, что все-таки рыбные продукты, это особо скоропортящиеся пищевые продукты, и они подлежат хранению только в условиях холода. Если живая рыба, то, соответственно, специальные бассейны. Ну и, собственно, когда вы осматриваете рыбу, есть определенные органолептические показатели, на которые нужно обратить внимание. Если это касается свежей рыбы, то есть такие признаки доброкачественности, как, допустим, рыба должна иметь ясные глазки, роговица прозрачная, жабры ярко-красные, слизь должна быть прозрачная. Если вы приходите и делаете варку, то бульон должен быть прозрачной ароматой. А вот у недоброкачественной рыбы свежей, жабры бурые, серовато-красные, глаза запавшие, покрасневшие, чешуя очень легко слущивается, мышцы вялые, дряблые, легко от кости отходит мясо. При сдавливании пальцем остается такая ямка, которая не выпрямляется. И после варки бульон становится непрозрачный и неприятный. Если мы говорим, например, уже о готовой продукции, например, соленая рыба, очень много сейчас ассортимент соленой рыбы, то нужно тоже обратить внимание, что рыба должна быть чистой, без загрязнений, не мятой. Если она находится в таком бульоне в заливке, то этот бульон должен приятный характерный запах иметь. Не должно быть какого-то грязного белого налета, то есть это признаки омыления, порчи. У жирной рыбы, если это сорта жирной рыбы, не должно быть ржавчины, пожелтенья, это тоже такие вот признаки порчи. Спасибо вам большое, Елена, Елена Колос была с нами на связи. Ну, в общем, понятно, я для себя сделала вывод, что в первую очередь рыба должна понравиться мне на вид, и только после этого я могу ее купить. Если что-то заподозрила, то лучше, наверное, не брать, уж совершенно верно. Да, я с коллегой абсолютно согласна, и именно так, да, продукт, уж мы сначала, говорят специалисты, органолептически вам приятен, на вкус, на запах, на внешний вид. Съесть глазами, а потом уже приготовить в пищу. Посмотреть внимательно и понюхать, кстати, это уже немаловажно. Если все-таки переходить к тому, к употреблению в пищу, сколько нужно есть рыбы? Какое-то количество должно быть? Ну, наверное, жестких таких регламентов, наверное, нет, я бы сказала бы. Но в неделю, ну, вот сложно, еще раз говорю, вот такой прям жесткого регламента, что вот столько и ни граммам больше, ни граммам меньше, нет. Ну, 150-200 грамм в день, если вы любите рыбу, вы вполне можете позволять себе ежедневно использовать эту рыбу в питании, вполне. А вот если говорить о советской традиции, все мы прекрасно помним, был у нас такой четверг, рыбный четверг, да, ну, прям вот традиция из традиций. Даже некоторые столовые до сих пор придерживаются этому, приходишь и говорят, да, сегодня у нас только рыба, вот рыбный четверг. Как вы к ней относитесь и, быть может, вернуть ее? Традиция прекрасная, с моей точки зрения, но я бы делала, например, хотя бы два раза в неделю рыбные единицы. Одного недостаточно? Одного, я считаю, недостаточно. Вообще рыба должна в неделю употребляться, ну, не реже трех-четырех раз в неделю, она должна быть в нашем с вами питании, на нашем с вами столе. В обед это, в ужин, в общем-то, не принципиально, но рыба должна быть. Поэтому, если вернуться к этой традиции, я считаю, что это будет только в плюс нам всем. Мы с вами обязательно беседу продолжим, а прямо сейчас я хочу продолжить тему пользы и, конечно, того, насколько этот продукт вкусен. И давайте мы прямо сейчас свяжемся с шеф-поваром ресторана «Акварели». Иван Мандрик с нами уже на связи. Иван, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сегодня у нас своеобразный такой рыбный день на Кубань-24 в теме дня. И вот от вас хотим услышать какой-то очень быстрый, простой, но в то же время необычный рецепт приготовления хамсы, к примеру. Ну, например, если взять хамсу, ну, только свежую, свежевыловленную, ну, очень просто, быстро ее сорим, перчим, лимон фрес, оливковое масло, свежий лук. Крепчатый, можно крымский, сладкий. Очень вкусно получается, и подаем обязательно какие-нибудь гремочки, либо фокаччо итальянскую, может, такое хрустящее. Мацу еврейскую, можно, в том числе. Да, действительно, очень быстро и 100% вкусно. Я прям представила это блюдо. Да, и готовимся две минуты буквально. Спасибо вам большое, Иван. Обязательно нужно будет попробовать, да, потому что как-то мы привыкли, что традиционно, вот если хамса, то как-то вот соленая, да? На самом деле, да, она прекрасно запекается, вот на гриле, либо так, как Иван рассказал, и получается очень вкусно, и соли на самом деле, да, минимально. У меня, как у любителя рыбы, основная задача сегодня пережить эфир, потому что я уже просто с нетерпением жду, когда я приду домой и буду что-то рыбное, несомненно, готовить. А в какой все-таки обработке полезнее всего рыбу употреблять? Жарить или, быть может, запекать или варить? Разница же есть, наверное? Я сторонник того, что лучше запекать. Очень удобная вещь фольга, например, да, то есть вы положили туда кусок рыбы, положили какие-то любые овощи, которые вы любите, завернули конвертиком, положили в духовку, и у вас через маленький промежуток времени вполне вкусное блюдо, без капли лишнего жира. Вместе уже будет, так скажем, и рыба, и гарнир какой-то, овощи будут запеченные, и овощи, причем, не успеют перепечься, потому что рыба готовится быстро, и будет прям вкусно и полезно. А вот, кстати, Лейла Марсельевна, что касается сочетания все-таки рыбы, допустимо ли смешивать рыбу с другими продуктами, или лучше всего рыба, рыба и ничего кроме ей? Нет, допустимо вполне смешивать. Я думаю, что здесь больше, так скажем, ну вот, ваш выбор, какие-то ваши пищевые пристрастия, пищевые привычки. Допустимо. А многие, вот в том числе мужчины, не представляют рыбу, в том числе соленую, если это будет, ну, к примеру, без пенного напитка. Вот к этому как диетологи относятся? А вот к этому диетологи, и не только диетологи, собственно говоря, а врачи любого профиля, врачи-гастроэнтерологи в первую очередь, относятся очень негативно. Потому что, к сожалению, пива никто не пьет в размере одного стакана, то есть пива это всегда много, и токсическое влияние и на печень, и на поджелудочную железу, это, ну, очень агрессивный напиток. А еще в сочетании с хорошо соленой рыбой, обычно высоленная рыба используется, это всегда колоссальное напряжение и для почек, и для печени. Ну, что касается с перебором, вот у меня всегда такой вопрос. Я уже сказала, что я рыбу очень люблю, могу ее есть на завтрак, на обед и на ужин, и, впрочем говоря, в понедельник, во вторник, в среду до самого воскресенья. Вот здесь есть у меня какой-то риск, что, может быть, организм перенасытится рыбой или невозможно? Нет, невозможно. При вот адекватном, ну, опять же говорю, вы не съедаете килограмм, наверное, в день, да? Да. Сколько ваша порция? 150-200-250 грамм максимум. Вполне достаточно. Вряд ли вы в прием пищи, когда у вас есть рыба, вряд ли вы едите в это же время какой-то, ну, не знаю, свиной стейк, допустим. Поэтому вполне допустимо, и я считаю, что очень правильно вы делаете. То есть навредить организму рыбой никак не получится, если соблюдать все правила? Соблюдать нормы, да? Что рыба должна быть качественная, ну, по возможности, свежая, правильно приготовленная и ешьте на здоровье. Не очень соленая и, так скажем, без алкогольных напитков, да? Не очень соленая, без алкогольных напитков и, желательно, не жареная в жиру. Мы, собственно, всегда предостерегаем, потому что калорийность продукта, допустим, отварного, запеченного и калорийность продукта жареного в жиру той же рыбы, она будет в разы больше. Поэтому не утяжеляйте хороший продукт. Лена Марселиновна, ну, еще один вопрос. Ваше любимое рыбное блюдо? Ой, так прям вкусно сразу, действительно. Я тоже думаю, что же будет вечером. Я очень люблю камбалу. Я очень люблю камбалу. Камбалу запеченную, с лимоном, с зеленью. Вот я любитель камбалу. Мне кажется, на ужин сегодня у вас нравится. Прекрасно. Я очень надеюсь. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Все подробно рассказали о пользе рыбы. В гостях у нас была главный специалист, диетолог, врач-диетолог Криво-клинической больницы номер один Лейла Кадырова. Это тема дня. Оставайтесь на Кубань 24. Спасибо, что вы с нами.